И всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать уже на третью часть по индустриальному выживанию в данном видеоролике. Мы приучим енотика, мы сделаем наконец-таки этот дробитель, который будет полностью работать, а также сделаем хорошую кирку и сделаем что-то вроде общежития. Ну а если вам интересно, то присаживайтесь поудобнее, заваривайте свой пепси и переходим к видео. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Не пропустить новые видеоролики, если я их буду выпускать по фану, а также может быть какие-то новости. Ну ладно, время уже приступать к обычному контенту. И для начала я бы хотел нарубить достаточно троф. Ну, думаю, пока что хватит. А также пришлось пойти в шахту, так как нужно медь и железо для дробителя и кинетического генератора. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Не-не-не-не-не-не, я еще к этому не готов. Решив слинять, я увидел то, что от Нового Стамбула недалеко находится храм. Боже, мне за следующий сей надо путешествовать уже. Пока группа разбойников пропала, я начал делать себе дробитель. Для него нам всего лишь не хватало железа на воронке, их быстро сделаю и время теперь его сделать по инструкции. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Блин, это же название сея. Так вот, енотов я хотел приучить, но проблема в том, что они схватили какие-то вещи и они не принимают мои яички. Я их не могу приучить, как меня учили в комментариях. Ой, это моя лопата? Верни, сука, мою лопату. Ладно, не хочу вам показывать это живодерство, но приучение енотиков мы займемся как-нибудь позже. Также для передачи энергии нам потребовал СБ-коннектор, и этот коннектор крафтится также еще из терракоты. Терракоту мы получаем из глины, быстро ее добываем, переплавляем, и вот у нас уже получаются такие коннекторы. Напоследок я понял то, что вещей у меня слишком дофига. Я не люблю выкидывать булыжник, когда копаюсь в шахте, потому что, как по мне, нужно хранить каждый блок. И как-то некошерно просто выкидывать блоки. Так что, я решил сделать большой склад, чтобы у меня на все хватило. Да, все полученное дело в начале видеоролика мне пришлось потратить на этот складик. И то не так уж и много сундуков. Ну, что ж поделать. Опа, первый транствующий торгоец. Ну что ж, посмотрим, что ты предлагаешь. Ну, как всегда, какой-то хлам. Ну, вот эту книжку я бы купил. Убив транствующего торгоца, а также его ламы, мы получили поводки и закончили этот складик. Итак, нужен енотик, а все наши енотики заняты вещами, которые они подбирают с улицы. Так что, нам нужно пойти в другое место, чтобы найти новых енотиков. И хотя бы одного там приучить. У меня с собой есть немного яиц, еды. Да, думаю, хватит. Нет. НОПЕ 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 Пока я занимался обычными делами, у меня жителей заразился зомби-вирусом. К сожалению, у меня нет антидота против этого, так что в данном случае мы просто как-то забьем, но жителей осталось совсем немного и не хочется, вообще не люблю это делать, но придется сделать какой-то такой инкубатор. Или, проще говоря, будет ферма жителей. Субтитры сделал DimaTorzok Также я решил заняться инфраструктурой, а то дороги не очень у нас. Мы же не в России, мы в Новом Стабуле, так что нужно сделать нормальные и хорошие дороги. Параллельно я прокачивал нашего инструментальщика, и теперь он продает очень хорошую кирки. И осталось только их объединить в наковальни, и все. То есть можно даже без стола зачарования обходиться в уже хорошие кирка есть. Ну что ж, большое всем спасибо за просмотр, надеюсь, всем понравилось, и... да, подписывайтесь, ставьте лайки, если вы хотите. Увидимся еще, и предлагаю вам посмотреть под конец еще енотика. Субтитры сделал DimaTorzok